Что я буду там делать, что мы будем делать? Так, ну что ж, я готов начинать. Продолжение следует... Все, ко мне пришли. Так, здравствуйте. Сейчас проверю, есть ли у меня звук. Я вас вижу, но я вас не слышу. Я вас почему-то не слышу. Сейчас я... Я все вижу, но почему-то не слышу. Здесь все включено. Странно. Пробую наушники одеть. Это странно. Очень странно. Раз-два, раз-два. Я вас слышу. Все, я вас слышу. Хорошо, меня Александр зовут. Очень приятно, Олег. Взаимно. Так, меня видно, слышно нормально? Да, видно, слышно хорошо. Прекрасно все. Скажите, пожалуйста, а у вас окно никак не зашторивается? А то оно так засвечивает вас. Да, оно зашторивается. Одну секунду сейчас. Так, надо опустить. Ну, сделал, что смог, да. Гораздо лучше. Окей. Так, ну давайте начнем тогда. Давайте. Назовите, пожалуйста, полностью вашу фамилию, имя. Сколько вам лет? Серый, полностью. Сколько вам лет и откуда вы? 36. Проживаю в Хельсинки в данный момент. Родился в Украине, в Чернигой. Очень приятно. Олег, скажите, пожалуйста, вы экстрасенс или называете себя как-то? Я называю себя Пророк. Пророк. Да. Громкое название. Расскажите, пожалуйста, о ваших способностях. Ну, я много чего знаю про разных людей, существ, страны, геополитики. Геополитика. Мироустройство. Вот. Много чего знаю, много чего рассказывал. В 16 лет написал книгу философско-эзотерическую на 800 страниц. Ну, примерно в 18 лет закончил. На тему я раньше был медиумом. Ну, я могу немножко историю вкратце рассказать. То есть, я слышал голоса. Вы можете не вкратце, вы вообще скажите свою историю. Голоса, вот, и я, сейчас немножко, может, лучше будет слышно. Вот. И эти голоса со мной разговаривали. Я, там, ходил на улицу, в школу, еще куда-то. Вот, я все время их слышал. Я записывал их в диктофон, либо на бумагу. Вот. И я с разными сущностями контактировал. Скажем так, и темными, и светлыми, вообще разными. И записывал то, что мне говорят. Просто я был как проводник. Вот. Потом еще вот могу интересную историю рассказать, что... Ну, потом я попросил... А поясните, пожалуйста, мне вот по прошедшему пункту. На диктофон вы записывали свою речь? То, что вам говорили? Да, ну, я записывал либо как смски в телефон, либо как еще старые телефоны были кнопочные. Вот, монофония. Либо я записывал в блокнот, либо на диктофон, да, в телефоне. Да, свою речь я записывал, но, естественно, я слышал в голове как бы голос. Ну, там, мы же как? Мы слышим просто голоса, которые нам говорят, но мы не... Ну, это не наш голос, но как будто он с наших мыслей собирается. Потом я начал как бы... Мне пока начало казаться, что я стал сходить с ума. Вот. Ну, в том плане, что я все время слышу голоса, они все время что-то рассказывают. Я попросил, чтобы они прекратили со мной общение. Потому что я начал как бы уставать от всего. Я написал там более семи книг в итоге, ну, и устал от всего. И потом они перестали со мной говорить. А вот недавно я снова решил вот возобновить эту деятельность. вот, и снова как бы вот, собственно говоря, сегодня вот ночью произошло интересное событие, вот после которого, ну, в принципе, я считаю, что я активно начинаю деятельность. То есть... А что произошло сегодня ночью? Да. Я вчера провел определенный ритуал-обряд, вот, и, собственно говоря, сегодня примерно в 6 утра мне вот назначили менеджера. Ну, как бы, то есть это как здесь в нашем мире, то есть команда административной системы примерно, так и там. То есть, грубо говоря, сила, то есть богиня, к которой я обращался за помощью и договорился о сотрудничестве. Ну, вернее, я не льщу себе, то есть на самом деле они нас выбирают, а не мы их. Ну, то есть учителя, либо боги, либо сила, то есть мы здесь это... Вот, и в принципе я... Вот, и в 6 утра мне сказали, как его зовут, ну, собственно говоря, не скажу, но... Да, что, как бы, назначен и что я могу начинать работать. Даже всем начинающим присваивают таких вот, как бы, как наблюдателей, менеджеров. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что был перерыв, а сколько этот перерыв длился? Да, перерыв длился вот примерно с возраста 22 лет до примерно 36 с чем-то лет. То есть очень длительный срок. Сколько это получается? Ну, более 10 лет там. То есть не так давно вы... Да, я начал снова этим заниматься. 24-го числа меня выбрали, как бы, сила мне сказала написать вам на передачу. И, как бы, ну, не факт, что я, естественно, пройду и отвечу на все ваши вопросы и вас устрою. Но, собственно говоря, я начинаю с 24-го числа, начал с 24-го, 0-4-го прошлого месяца. А какой резон вашим силам посылать вас на битву экстрасенсов? Рекламы им. Но не факт, что меня помогут и поддержат. То есть... Вы прямо описываете какие-то высшие силы, как бюрократический аппарат. Да, так же... Бетенджеров назначают, рекламу закупают. Ну, может быть, они не закупают, но я предложил сделку. Я сказал, что... Я не пошел по пути, как Влад Чареватый. То есть я там не ставил все на кон свою жизнь и так далее. Я тоже смотрел ваши выпуски. Ну, и вас лично тоже смотрел. Там кто-то выставлял. Да, и... Что я хотел сказать, что... Там точно так же, как и здесь, но... Потому что наш мир, он в основном под контролем инфернальных сущностей. То есть он в основном под контролем темных. То есть, в принципе, уже как бы время эпох должна была сместиться с эпохи рыбной, эру Водолея, 12-13 год. Я как раз об этом книжку писал. Вот. И потом еще несколько других. Но как бы как-то силы, которые вот... Они хотят остаться, они не хотят уходить так просто. И без боя не сдаются. То есть, которые миром сегодня правят и управляют. Вот. А как бы на смену старому миру должен прийти новый мир так или иначе. То есть, и уже двое поколения детей запущено. Вот. То есть, и поколение Индиго, это к которому я отношусь. И поколение Кристальных, это уже следующее поколение, которые уже сегодня должны жить в новом мире. Который для них совершенно не готов. То есть, я их называю как булки в интернете. Ну, то есть, они не понимают, кто они там, мужчины или женщины. Носят, например, там кроссовки, невзрачную одежду. То есть, не то, что было там в 90-х, 2000-х. Вот, как я, например, видел вокруг. То есть, это действительно великая сила. Но снова же я нарабатываю с ними контакт. Я могу вам еще две истории из детства рассказать. Они связаны с моей историей. Ну, в целом, вот в мире магии. Если кратко. А расскажи. Да. Первая история, это я в детстве, когда был маленький. Ну, я рос в семье с мамой и бабушкой. Ну, еще дедушка был, план рано умер. И я видел, ну, видел тени. Особенно был тогда популярный сериал, возможно, вы знаете, X-файлы с Малдером и Скали, Twin Peaks и так далее. То есть, там, кстати, и 25-й кадр был заложен. Ну, в общем-то, возможно, он во мне что-то пробудили, эти сериалы. Но я начал видеть тени мертвецов, которые ходили даже по нашему дому, по квартире. Но так как я доверял своим родителям, как и большинство детей, я рассказал об этом маме. И она меня отвела, как и многих детей того времени до сих пор уводят, к бабушке Шептухе. Скажем так, много таких было всегда на окраинах. Обычно в частных домах они жили. Которая с помощью ритуала, вы не поверите, обычное яйцо, сняла с меня это. Но потом уже совсем недавно я узнал, что они очень часто, эти люди, бабушки, забирают этим и дары, и определенные силы закрывают, так же, как определенные ритуальные обряды наподобие церковной, то есть наподобие крещения, наподобие обряда прощания с мертвым, например, и так далее. Это все определенные церковные обряды, но христиане, либо другие верующие и церкви никогда в этом не признаются, что они занимаются такой же ритуальной магией, как и все ваши экстрасенсы, которые участвуют в вашем шоу. Просто они официальны, они по-другому представлены, если кратко. И вот получается, что я потом перестал видеть тени. Но, в принципе, со временем потом снова начал слышать голоса, но в основном они не помогали в какой-то социальной деятельности, либо в предпринимательстве. Но я их не использовал в магии. И последнее время я понял, что необходимо снова обраститься к силам, потому что иначе те мои планы и задумки, которые я хотел бы в этом мире реализовать, то есть их нельзя воплотить без либо огромного количества ресурсов, либо огромного количества влияния. Поэтому, собственно говоря, я попросил божество, то есть могу даже сказать, какое. Я обратился к богине Гекате. То есть это, ее еще называют Тривия, Исида Липаликали. Но я не могу сказать, что у меня прям наработан канал. Я только начал с ней работать. Но, в принципе, до лета, либо до какого-то там периода, когда ваши продюсеры коллектив будут принимать решения, например, по этим, я думаю, что я уже наработаю очень сильно и продвинусь значительно в своем этом. То есть я очень серьезно к этому отношусь и подхожу. Я не на один день планирую заниматься. У вас вообще очень какой-то, я смотрю, официальный подход к магии. Ну, у меня наподобие предпринимательского подхода. Наверху менеджера, да, вы наемный работник. Да, наподобие так. И прям на вахтовую работу как будто отправляетесь. Наподобие, да, то есть, как эти, как наподобие того, подобного, как вы сказали. А кто у вас гендиректор? Кали? Гендиректор Анубис. Но, собственно говоря, все это действие через Кали. Но так как я новичок в этом деле, то мне присвоили менеджера там другого, ну, существо, скажем так. То есть, вот, и в принципе, как бы на этом пока все. Возможно... А вы топ-менеджер или рядовой менеджер? Рядовой менеджер. Много таких рядовых менеджеров в вашей организации? Я думаю, что не так много, как верующих любой, любой религии, даже протестантской. Намного меньше. Но, в принципе, нас уже камнями не забивают. На кострах вроде бы не сжигают. Только в тюрьмы сажают, вот, некоторых, кто сильно много наступает. Скажите, а Анубис и Кали, это гендиректор и исполнительный директор? Нет, это хозяева. Но, собственно говоря, они работают на силу Люцифера. То есть, и на падших. То есть, как бы, на этот огромный коллективный эгрегор. Ну, то есть, грубо говоря, есть наш мир, есть, скажем так, подземный мир, либо мир мертвых. Ну, все примерно так. Есть, возможно, какие-то светлые силы, но те, которые в околоземном пространстве крутятся, то это все, ну, грубо говоря, как будто мошенники, либо как бы бюрократы наподобие НАТО или ОБСЕ. Ну, то есть, они делают видимость активной работы, но по факту они ничего не делают. Ну, то есть, иллюзию такую создают. Вот, а реально какие-то светлые силы, какие-то архангелы, я уверен, что они существуют. Но, во-первых, они выглядят очень страшно для нашего мировоззрения. То есть, можно обосраться, там, увидев, например, кого-то, я уверен, наподобие какого-то верховного архангела, либо среднего ангела, либо какое-то боженство, типа там Серафима, либо еще какого-то там глазка. Можно либо с ума сойти, либо мозг взорвется у нашего биологического смешного тельца. Меня никак не отпускает привязка вашей организации вот к какому-то конгломерату такому масштабу. Скажите, а если вы менеджер, а чернорабочие у вас есть? Ну, уборщики. У меня нету, но если я начну работать с бесами, либо чертями, как ваш, например, популярный Влад Чареватый, ну, участник и победитель, да, битвы, то это и будут, собственно говоря, вот эти вот чернорабочие, потому что они по касте, они по рангу низко находятся. Но с ними легко работать. То есть у вас будет Влад Чареватый чернорабочим, получается? Нет, Влад Чареватый продал свою душу, то есть, грубо говоря. Кстати, я по поводу Влада вам расскажу прикол. Я не знаю, знает он или нет, но все это черные маги, либо чернокнижники знают. Есть один нюанс его силой, и то, что он сделал, в связи, после его жизненного цикла, что будет. Я могу вам сказать в двух словах. Ну, я не смогу будущее как бы объективно оценить. Вам, как ведущему, да, я просто вам скажу, что из-за того, что он с ними сотрудничал и так вот по душе, он после этой жизни тоже с ними дальше пойдет работать. Его на ковер позовут, и дальше он там с ними продолжит. То есть, грубо говоря, это служение тем инфернальным сущностям. То есть, и точно так же черные маги, которые управляют всем нашим миром, и на самом деле мир нематериален, а он нематериален. Ну, это мое субъективное мнение снова же, да, то есть, можете со мной спорить, бросаться камнями, что хотите. Ну, я так понимаю. Скажите мне, у меня интересует, А Влад Чариватый, он менеджер или кто? Ну, вот очень хорошо в нескольких выпусках в вашем проекте сказали, что он типа как риэлтор этих темных сил, либо сетевик в пирамиду вот этих вот всех демонов. То есть, он использует силу вот этих вот людей и их жизненную энергию, от них собирает заказы, по факту передает энергию этих людей, и сам как посредник, брокер, имеет свою маржу. Либо он как бы реферал, либо он как, ну, как хотите, как хотите. Он получает реферальную свою программу. Его реферальная программа в виде плюшек – это какие-то деньги, что ему люди платят, или какие-то ресурсы, что ему дают. Его, и также они подкачивают его энергетику, и ему вот время от времени могут присваивать более сильные структуры, с которыми он работает, ну, сущности. То есть, он как сетевик, либо риэлтор, брокер, по факту. Ну, на самом деле, я тоже в том ключе, как я сейчас иду, в случае, когда или если, ну, я не знаю просто, помогут мне силы или нет, и буду ли я вообще участвовать в вашем проекте, то в случае, если они мне будут помогать, то я точно так же буду как брокер, который будет рекламировать силу богини Кали. Вот и все. Богиня достаточно популярная, но у нее есть много проблем. То есть, вы можете, могу вам сказать, например, ну, то есть, это богиня. Нет, давайте богиня обсуждать не будем, все-таки мы проводим кастинг именно у вас. Ну да. Расскажите, а это на сегодняшний день ваша профессия, или у вас есть какая-то профессия? Нет, я на самом деле, у меня профессия это учитель языка и литературы, вот, и культуры, ну, по обычному образованию, первому моему. То есть, но по факту я ни одного дня ни на практике не был, ни на работе по этой профессии. Разные я, примерно, 15 видов деятельности менял, работал на разных работах, в разных странах, где-то в пяти странах, вот. И, как бы, в данный момент я безработный, но, как бы, подающий надежды, так сказать. Возможно, предпринимательство у меня получится. Вот я получил благословение сил на предпринимательскую деятельность по новому направлению, по магическому. То есть, там... То есть, все-таки, магическая деятельность для вас в перспективе, это коммерческий проект. Да, если снова же у меня получится, как бы, проявить свои силы и возможности, то это обычный коммерческий проект, как СПД открыть или какое-то ООО. Интересно. Скажите, Олег, прядь белых волос в вашей голове, это натуральные седые волосы или... Натуральные. Крашеные, натуральные. Примерно у меня в жизни было много стрессов, меня часто обманывали и предавали, множество раз я банкротился, все терял, как бы, или в большие минуса забегал для себя. Ну, то есть, в связи с моей какой-то предпринимательской либо инициативной деятельностью, скажем так. И, как бы, у меня было много стрессов. И в связи с этим, ну, меня много раз обманывали и в личной жизни, и по деньгам, в бизнесе. И, собственно говоря, это снова же, потому что я не шел по своему пути. Вот. А потому что я пытался все время, ну, вот в денег заработаю, например, там, или там, вот бизнес создам, потом займусь этим, начну этим заниматься. Много раз я так себе обещал, это был самообман. Сила все равно всегда меня пинала и говорит, либо ты этим занимаешься, либо у тебя там ничего не получится. Вот. И примерно в возрасте 18-20 лет у меня начали сидеть волосы. Сначала это была маленькая прядь. У меня есть там несколько, ну, фотографии. Я же иногда фотографировался, публичной деятельностью занимался небольшой. Вот. И потом больше и больше, больше и больше. И вот сейчас у меня такая вот прядь, как бы. Красиво. На самом деле красиво. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Олег, в вашей работе, я теперь по-другому ее не могу назвать, в вашей деятельности менеджером, какие инструментарии используете? Да, значит, я работаю... Ну, во-первых, несколько последних лет я гадал по Таро. Но это я не считал ни магией, ни практикой. Это как хобби было, либо мне нравилось. Ну, то есть, там, например, иногда я заказывал у других гадания, а потом я решил, а почему бы мне не пробовать гадать на себя и на свои проекты. Ну, там. И я начал использовать Таро. У меня тут вот лежит, ну, примерно там вот передо мной где-то семь колод. Ну, вот одна, например, из последних колод, вот очень хорошая колода, это... вот здесь Люцифер изображен, ну, собственно говоря, в ней. И это темная колода, но она очень хорошо отвечает на вопросы. Вот есть у меня такая вот, например, колода ночного солнца. Ну, грубо говоря, меня семь колод, Таро. Потом дальше. У меня есть... Когда я вот после 24-го числа договорился, ну, как, приняли взаимное решение, то есть, мне сила подсказала определенным методом, обычный физический был метод, технология. Вот. Как обнаружено было, что эта сила со мной готова будет работать? Ну, я даже, наверное, вам расскажу, может, вам интересно будет. Я думаю, вряд ли вы это покажете. То есть, я пересмотрел ваше шоу, много очень программ. Мне вот посоветовали много выпусков. И это, кстати, была уже реклама силы магической. Ну, само существование вашего проекта, это уже как пропаганда определенных внеземных либо потусторонних способностей. Ну, с моей точки зрения, субъективной. Как определенный коллективный эгрегор. И я подумал бы, вот очень интересно, то есть, я раньше эти тени видел, их голоса слышал, и книги писал. Думаю, почему бы мне не попробовать? С кем бы мне поработать? И задаю вопрос, и мне, человеку, которого я задаю этот вопрос, ну, иногда лучше спрашивать у кого-то, чтобы было субъективное мнение другого человека, а не твое. И достают мне карту, и там выпадает вот эта вот богиня Геката, что с ними получится сотрудничать. И я после этого принимаю такое решение, думаю, окей, типа. И начинаю. То есть, после этого я закупил камни, то есть, у меня есть разные камни, ну, например, там лунный камень, есть какие-то другие камни определенные. Вот, вчера привез из Эстонии вот несколько упаковок вот таких вот свечей, например. То есть, это натуральные свечи восковые, то есть, со стопроцентным из хлопка фильтром, ну, например. Также я работаю со стихиями, то есть, с четырьмя стихиями, как в фильме «Пятый элемент». Вот. Есть у меня еще ритуальные ножи и ножницы, но, в принципе, их можно использовать для определенных целей, допустим. Скажите, а как в фильме «Пятый элемент»? Это как? У вас камни со стихиями, Мила Йовович? Нет, но там, помните, когда вот улетали эти пришельцы в фильме, ну, если вы смотрели вдруг фильм, то там была такая история, то они оставляли там смотрителей, как бы хранителей. Ну, грубо говоря, эти хранители, это в нашем мире так называемое общество масонов, иллюминатов и прочее, которые потом сошли с тропы защиты, стали на другую сторону, других пришельцев, но не суть. Вот такие вот общества, как бы, и они должны были хранить эти знания, ждать возвращения «Пятого элемента», чтобы в дальнейшем защититься от злых внеземных сил. Вот. Ну, и в принципе, у меня есть, вот здесь у меня на столе есть, я как использую, у меня есть здесь, допустим, вода, например, у меня здесь, ну, грубо говоря, в другой у меня, здесь дальше у меня воздух, третий – это огонь, четвертый – это земля насыпана. То есть вот четыре стихии. И еще у меня есть вот жезл Гермеса Трисмегиста, могу вам показать. Это очень такой интересный символ, вот он выглядит вот так. То есть мне когда было примерно 17 лет, был день вне времени по майамскому календарю, я там по этому календарю синий орел, по знаку, по дате рождения. И я вот, ну, раньше здесь был другой камень, я теперь сюда поставил кристалл. То есть я также использую этот жезл, то есть я его, ну, стараюсь напитывать тоже этой силой, и с ним я, как бы, делаю определенные ритуалы и обряды. То есть это для меня как антенна в телефоне, которая усиливает сигнал. Так вот как экстрасенсы, у вас свечи зажигают, много свечей, например. Ну, то есть для меня это как проводник. Я бы, я понял, это для вас менеджерский служебный мобильник. Да, ну вот. То есть, ну, в принципе, все, что я вот хотел, рассказал. А, вот еще по поводу этого жезла, он из металла сделан. Интересный момент. Вот, когда я был совсем маленький, да, то есть, то я нашел такой пруд на берегу озера, где мы общались, вот там, ну, как бы, это мы весь день не разговаривали, один день. Хотя я, на самом деле, в итоге потом проронил одно или два слова в конце дня. Как-то не получилось у меня. Но не суть. Суть в том, что я смог сделать вот этот вот жезл. Его очень тяжело, я его сейчас гнуть не могу, но тогда я его гнул просто руками и ногами, просто вот так вот гнул, как пластилин. И сделал вот такой вот жезл. Ну, в принципе, это вот основные мои инструменты. То есть, также хорошим инструментом являются сны. Вот. Но сны это медленно, то есть, это, вот, например, я вчера проводил обряд, допустим, небольшой, и сегодня мне приснилось. То есть, как подтверждение, то есть, с нами во снах разговаривают. У меня вообще есть такое мнение, ну, вот вам просто мысль скажу, что мы сейчас друг другу снимся, а на самом деле мы бодрствуем, когда мы спим. Наоборот, все. Ну, это мое субъективное мнение. Олег, скажите, вы сказали, что написали достаточно много книг. Вы их только написали, или они издавались? Я их издавал все в своем издательстве, потому что все издательства мне отказали в издании, включая там примерно 10 российских издательств. Ну, Российской Федерации. То есть... У вас было свое издательство? Ну, оно до сих пор существует, такое маленькое издательство. Я издаю все книги в электронном виде, еще я песни пел, у меня даже акция была, покупайте мои книги, или я буду петь. И вот я выступал на всех телеканалах Украины в свое время, кроме УТ-1 государственного, который никто не смотрит. Ну, по нем только Евровидение я раз в году показываю, это все, там никто его не смотрит. И я там на разных шоу выступал и пел, но у меня аж таланта пения особо нет, хотя в детстве говорили, что я мог бы выступать. То есть у меня в детстве, когда я общался с одним экстрасенсом, он с маятниками ходил, он мне говорил такую вещь, ну, как просто пересекались пару раз, то он сказал такую вещь, что у меня есть возможность быть либо великим религиозным деятелем, либо достичь большой карьеры, например, в православном христианстве, либо в писательстве, либо в музыке. Ну, то есть, но все сказали, что ни танцевать, ни петь я не умею, поэтому я предпринимательство, да хобби, свои какие-то личные дела занимаюсь. А вот магия, это очень мне интересно. Скажите, вот именно магия, она у вас направлена на людей как-то? То есть, вот как вас менеджером назначили, вы с людьми работали, или это исключительно работа с собой и с высшими силами? В данный момент исключительно работа с собой и с высшими силами, буду с вами откровенен, ни одного человека я еще не принимал, но конкретно на Торо расклады делал посторонним людям по запросу, то есть, ну, это как бы дружеские были запросы, то есть, я даже за это деньги не брал, то есть, знаете, как бесплатно, это дороже всего, бесплатит, то есть, это выгоднее всего деньгами рассчитаться и не палиться. Вот, да, ну, я, да, я работаю с собой, но у меня есть, вот у вас есть, наверное, вопрос, либо, возможно, вы его потом зададите, зачем мне ваш проект, либо, зачем вашему проекту? Вы, в принципе, уже ответили, что вас высшее руководство направлено. Да, мне сказали подать вам заявку на кастинг, я физически нажал, да, но на самом деле, цель заявить о себе, и именно по этой причине я решил сотрудничать с силой, потому что я так понял, что когда я без силы, я не могу конкурировать, то есть, грубо говоря, другие общаются с силами, с демонами, с чертями, если я с ними не работаю, я уже не конкурирую, это, скажите, а что первично, вы на битву идете, чтобы работать с силами, идеей. Подождите, вы идете на битву, чтобы угодить силам, или чтобы работать с ними, или вы работаете с силами, и они вас посылают на битву? Да, я сейчас отвечу, я иду на битву, чтобы заявить о себе, сотрудничая с силами, по этой же причине, то есть, я хочу сделать определенное заявление, то есть, вообще, мое само действие, мое само присутствие, то есть, я считаю, что мне нельзя оставаться в тени. Если я буду находиться в тени неведения и неизвестности, то снова же, толку от моей деятельности, либо все, что я делаю, либо собой представляю. То есть, никакого толку в этом тогда нет. Я считаю, что необходимо действовать, активно проявлять себя, с целью внесения в этот мир каких-то изменений, о которых ты мечтаешь, хочешь, либо у тебя, ты одержим идеей, и хочешь это сделать. Ну, в общем, я все-таки понял, что на битву это решение ваше. Да. И решение такое, ну, чисто любивое. Ну, так сказать, чтобы из-за денег, нет. Сказать, чтобы из-за славы, нет. Я хочу изменить мир, но мне для этого надо огромное количество известности, наверное. В начале нашей беседы вы назвали себя пророком. Да. Скажите, а пророк, это не слишком большая ответственность для менеджера среднего звена? Ну, пророком я был до 24 числа. То есть, и так... А, то есть, это вы на повышение пошли? Либо на понижение. Либо на понижение. Да, я еще точно не понял. В чем все-таки ваша, ну, пророческая деятельность? Да, то есть, ну, суть пророческой деятельности состоит в том, что я хочу построить новый мир. То есть, я его называю Эдем, рай на земле. То есть, я, ну, я при этом не являюсь частью какой-то организации, общины, либо религиозного культа. То есть, я считаю, что мир находится в полной жопе, и что надо строить новый мир. Вот. И желательно построить не на руинах старого мира, после, например, там, ядерной катастрофы, а на как-то менять сознание людей. То есть, потому что... У вас есть рецепт? Да. Какой? Ну, необходимо отказываться потихоньку от пороков. Вот. Все пороки всех людей. подождите, в основном все религии именно к этому ведут, и этому уже много тысяч лет. Да, и много тысяч лет человек ничем... Чем вы отличаетесь от очередного легиозного деятеля? Ничем. Я такой же новый пророк, плюс один в этой огромной количестве... Значит, вы тоже ничего не измените в этом мире? Ну, я уже... И желание останется желанием только? Я не изменю ничего в том случае, если сила меня не поведет и не даст мне те ресурсы, рейтинги и то, что мне нужно для того, чтобы я мог оплатить эти проекты. Сила ведет, либо сила не ведет. Вот и все. Сила как рука, она либо несет и ведет, либо нет. То есть, поэтому не от меня зависит. Таких, как я, желающих, может быть, там, я не знаю, может и миллион человек, но кто-то один, возможно, сможет, а может и никто не сможет. Знаете, как сперматозоидов миллионы долбят эту яйцеклетку и один там пролезает, например. Или есть такая поговорка раз в году и палка стреляет. Ну, то есть, поэтому, а кто, с чем черт не шутит, а вдруг у меня получится? Ну, пусть вам кажется, это мое заявление. Естественно, вы сейчас покажете конверт, если я ничего там не отвечу, меня не позовете, то все, как бы на этом наша встреча закончится и участие в этом шоу тоже. Конверт я вам безусловно покажу. Нет, ну ладно, по одному разу нам уже повезло, мы родились на свет, значит, мы были тем единственным сперматозоидом. Давайте пробовать, будет ли удача вновь. Давайте. Итак, конверт, как вы просили. Сейчас, одну секундочку, я зажгу свечу. Не торопитесь. В конверте находится фотография, на снимке может быть изображено абсолютно все, что угодно. Ваша задача почувствовать, понять, рассказать, что изображено на снимке. хорошо. Смотрите продолжение в следующей части. Сейчас я вам сначала скажу, что мне вчера пришло, ну, как бы, когда я был на ритуале, я очень быстро скажу, то есть, потому что, мне кажется, это надо озвучить, хотя я посчитал, что это глупость, но когда я вчера проводил ритуал синхронизации, ну, как бы, обряд, то мне сказали, что очень странно, как бы, что здесь будет девушка, либо девочка молодая на коляске и как будто больна ДЦП, но я решил, что это полная глупость. И бред. И думаю, что неужели такое, ну, что не может ваш проект такое показать, такую картинку, либо фотографию. Поэтому я сейчас попробую еще раз настроиться и сказать свое личное мнение, то есть, вот, ну, либо, может быть... Хорошо. Да. Ну, что, мое мнение, там темный какой-то фон, вот, что там на есть изображен черный свет, вот, и мне кажется, что там есть крутящийся элемент. То есть, мое мнение, что там что-то живое, вот, я думаю, что там человек, либо людь, я думаю, что этого человека светлые волосы. Есть ли там очки, либо линзы, не знаю, ну... Ну, в принципе, сейчас я еще последний раз сконцентрируюсь, может быть, еще что-то скажу, какую-то мысль одну и не буду вас задерживать сейчас. Ну, мне кажется, что там есть какой-то силуэт, и там, не знаю, как будто за этой вообще фотографией кто-то стоит в балахоне в черном, но я не знаю. Я не буду больше гадать, то есть, говорить, то есть, вот то, что мне пришло первое, я вам сказал. Ну, хорошо, все-таки вы сказали, что образы людей, то есть, там несколько человек? Ну, вот, то, что как бы идет как на фоне, то как будто, ну, от одного я четко вижу, отчетливо, ну, как будто, ну, балахон, не балахон, я не знаю. Вот, ну, я не буду говорить, что там несколько, но сила какая-то стоит за этим существом, либо человеком. Мое мнение, что есть какая-то сила, либо связь с чем-то еще. Ну, то есть, может быть, это мне просто кажется кто-то, что кто-то смотрит это видео так же, как и вы, например. Может быть, я чувствую этих людей. Сейчас это видео никто не смотрит, мы с вами сейчас наедине, я записываю наш разговор, его обязательно посмотрят, но не сейчас. Ну, значит, я думаю, я тогда, тогда мое мнение, что там вот, либо участвует какая-то сила коллективная за вот этим вот, за тем, что изображено на картинке, либо, но вот силуэт я один вижу четко, то есть, вот один. Один. Ну, вот давайте тогда ходить от этого силуэта. Энергия мужская, но я думаю, что это женщина физически. То есть, я думаю, что это женщина, но как бы, либо характер мужской, либо... Ну, я думаю, что... Следующий базовый вопрос, используемый на битве экстрасенсов. Этот человек в настоящий момент жив или его нет в живых? Я считаю, что этот человек жив. И у меня вообще есть какое-то мнение, что этот человек имеет какое-то отношение к битве экстрасенсов, либо к каким-то участникам битвы экстрасенсов. Что это не просто какой-то там посторонний человек, которого, например, ну, например, вы, либо ваша команда, могли взять где-то в интернете и добавить сюда. Я думаю, что он либо имеет отношение с кем-то из экстрасенсов, либо магов, либо принимает активное участие в вашем проекте. Ну, это мое субъективное мнение. Ну, либо мнение силы, я уже не запутался. Хорошо. Скажите, насколько старым может быть этот снимок? Когда примерно он был сделан? Ну, на самом деле, мне сегодня утром пришла одна цифра, я вам ее скажу, ну, не знаю, имеет это какое-то отношение к делу или нет, но эта цифра 45. Может быть, это 45 лет человеку, может быть, 45-й год, но так по ощущениям, вот если бы я отвечал, и без этой цифры, которая мне с утра пришла, то я бы сказал бы цифру 5. Потому что вот мне приходит 5, либо до 5, ну вот, то есть пятерка там есть. Ну, это снова же, это вот то, что вот я прямо сейчас почувствовал 5, но утром вот была цифра 45, я решил вам сказать, вдруг это имеет какое-то отношение к делу. Скажите, а фото цветное или черно-белое? Ну, изначально я видел темное тона фото, то есть это, я могу так сказать, что это по-любому некрасочное фото, там есть много черного цвета, но если там и есть какие-то цветные цвета, то это какой-то темно-синий цвет, либо это лес, может быть, темно-зеленый, что-то такое приглушенное. То есть, мое мнение вот такое. Ну, либо, может быть, не мое мнение. А снимок вообще сделан в помещении или на открытом пространстве? Я считаю, что на открытом пространстве, ну, это я сразу увидел, просто не сказал. Но это в любом случае где-то на улице, на открытом воздухе. А эмоции есть на этом снимке? Секундочку. Ну, если есть какая-то эмоция, то либо ухмылка, либо натянутое выражение лица. Но это, я думаю, что это не какие-то, хотя у меня вот слеза сейчас потекла, но я не думаю, что это связано со слезой. Вряд ли это подсказка такая. Я только начинаю нарабатывать контакт с силой, не знаю. Но мое мнение, что там просто натянутое лицо, обычное такое, как у СБУшников, КГБшников, ровное. Либо легкая какая-то ухмылка, как на картине Монализа, не знаю. Что-то такое, ну, незамысловатое, что не открытый рот широко. Ну, все-таки Монализа сравнивать с СБУшниками, КГБшниками, как-то другая у нее ухмылка. Ну, хорошо, ну, вот мое мнение, что он такое, как бы, ровное выражение. Ну, вот я когда всегда, вот, когда видел этих КГБшников, ну, либо их фотографии, то у них обычно тонкие губки такие ровные такие. Ну, вот у меня, например, губы такие широкие. Ну, допустим, от отца по генетике передалось. А у них такие губки, ну, такие, ну, вы знаете, у вас официальные лица с такими губами. Ну, ну, в общем-то, про губы я сказал, что они, я думаю, что они тонкие. Либо, что вот такая вот улыбка, то есть, но примерно вот ровные. Я думаю, что тонкие губы. Не думаю, что толстые губы. Не такие, как у Анжелины Джоли, либо как раньше накачивали губы силиконом женщины в постсоветских странах. Ну, либо советских странах, правильно сказать. Ну, хорошо. Смотрим фотографии или что-то еще добавите? Нечего добавить. В любом случае благодарю вас за возможность пройти такое испытание. Давайте смотреть. Давайте. Пара и мужское, женское. Мара. Улыбка есть. Ну, видите, я видел, что тонкие губы, наверное, мужчина этого видел. Женщина. Ну, я говорил про губы накачанной силиконом. Не, ну, у мужчины тоже губы не тонкие. Не тонкие. И есть улыбка, они счастливы. Мужчина красавчик, да, несчастливы. Да. Фотография сделана в помещении. Да, я тут не прав был. Фотография 2010 года. Да, здесь я тоже был не прав. Два персонажа. 2010 год, да. Два персонажа, да. Они улыбаются, либо счастливы, роботические отношения, да. Ну, да. Сначала я увидел женщину, потом мужчину. Да. Но я не буду оправдываться. То есть, я мало в чем угадал, на самом деле. Ну, либо ответил правильно. А и самое главное, что этих людей нет в живых. Я, да. Вы сказали, что человек жив. Да, я сказал неправильно. Обоих этих молодых людей нет. На фото изображены черногорский манекенщик Филипп Каписода и сербская певица Ксения Пайчин. Да, известно. Его возлюбленная. Я понял. Вот. Ну, как понимаете, к битве экстрасенсов они тоже не имеют отношения. А буквально через неделю после того, как был сделан этот снимок, случилась трагедия. Филипп Каписода застрелил свою девушку в гостиничном номере выстрелом в голову. После этого покончил с собой выстрелом в рот. Да. То есть, здесь сразу убийца, самоубийца и жертва убийства. Да. И здесь я снова уже был неправ. Да. Окей, благодарю вас за вашу деленное время. Если что, у нас подготовлено второе тестовое задание. Да, просто то. Я думал, уже все, я не прошел. Ну, нет, мы сейчас вообще не будем никаких выносить оценочных суждений. Мы записываем кастинг, и на каждого экстрасенса у нас два задания. Ну, если вы хотите. Да, я шучу, конечно, интересно было бы, да. Хорошо. Тогда к нашей беседе сейчас... Не, извините, а не было никому из них 45 лет? Нет, ему на этот момент было 23 года, а ей 33. Не было, все, понял. Подождите, 23, 33, да, 46, если сплюсовать. Ну, никак не получается. Вы пытаетесь математически вытянуть свой ответ? Я просто пришел просчитать математически, она сходится. Не сходится даже здесь, никак. Не сходится. Хорошо. Так, Олег, сейчас я присоединяю к вашей беседе еще одного человека. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Видите нас, слышите? Да. Знакомьтесь, Олег, наш экстрасенс. Олег, девушку зовут. Виктория, вашей задачей будет рассказать про Викторию как можно больше личной информации. Все, что сможете почувствовать, все, что Виктория смогла бы нам впоследствии прокомментировать. Окей, сек. Что-то сразу выпадают денежные карты. В целом, довольна собой девушка, но есть какое-то пробитие позиции, мечевое. Сейчас посмотрим. Не знаю, интересно, что-то случилось, может, сейчас. Это я просто на картах быстро посмотрю. Странно, почему какие-то выпали денежные карты. Не понимаю сейчас. Девушка смотрит в будущее. У нее двоякое мнение 50 на 50. Либо она пришла на битву, ну, здесь участвует, чтобы посмотреть, существуют экстрасенсы. Либо нет, либо в чем-то она не уверена. Так, шестерка кубков, какие-то семейные отношения. Снова выпадает какая-то денежная карта. Ожидаемая прибыль. Дом. В целом, такие спокойные карты по девушке. То есть, собственно говоря, наверное, пришла для собственного удовольствия на это. Нет, да, сейчас расскажу про нее что-то. Да, я понимаю, да. Надо рассказывать про нее конкретно детали. Я сейчас сделаю все. Я просто посмотрел. Звезда. Да, выпала карта звезды. Интересно. Возможно, сейчас посмотрим. Девушка, а вы... Может быть, она... Сейчас. Интересно, имеет ли девушка это какое-то отношение к звездам? Вы попробуйте прям Виктории рассказывать в первом лице. Да, в первом лице. Я думаю, что... Виктория либо мечтает быть звездой, и несмотря на какие-то замкнутость, комплексы, может быть, какие-то курсы посещает по этому поводу. Либо она взаимодействует со звездами как менеджер или администратор. Ну, так вот, из того, что чувствуется. Думаю, что Виктория родилась, либо проживала большую часть времени в каком-то городе, примерно как я, где-то 1400, может, человек. Виктория, мне кажется, что... Ну, я... Извините, Виктория, если я ошибаюсь, либо я не прав, но я просто скажу то, что мне кажется, либо я чувствую. Мне кажется, что вы... У вас есть какие-то внутренние комплексы, хотя вы, возможно, будете меня за это ругать, либо замкнутость, и что вы недолюбливаете мужчин, вот, либо что у вас была какая-то обида, связанная с мужчинами. Я сейчас посмотрю, вот, интересно, здесь есть попадание или нет. Ну, вот, как бы... А поясните мне, пожалуйста, Виктория недолюбливает мужчин... Либо, может быть, какая-то обида... В пользу женщин? То есть, Виктория предпочитает женщин? Я не мог бы это утверждать. Это будет неэтично, мне кажется, даже если это так. Ну, Виктория добровольно нам помогает, поэтому... Можете рассказать все, что думаете? Ну, мне кажется, что если бы Виктория могла выбрать быть вместе с мужчиной или женщиной, то я думаю, что Виктория выбрала бы женщину. Вот. И сейчас я пойму, возможно, это какая-то детская обида. Я сейчас хочу просто проверить, я одной картой спрошу, есть ли какая-то обида на мужчину, имеется в виду, что, возможно, мужчина ее обидел. Возможно, был какой-то либо абьюз, либо ее мужчина в личных отношениях, например, романтических обидел. Либо родитель, либо кто. Ну, вот мужского пола. Сейчас спрошу. Правда ли это? Не знаю. Выпала карта мага и карта башни. Я думаю, что... Да, есть внизу вот карта партнерства. Я даже вам покажу. Ну, здесь вот... Это та карта, на которую обращал внимание звезда. Вот карта 50 на 50, что она в чем-то сомневалась и смотрит в будущее. Карта денежная я не показываю. Последняя по поводу мужчины. Выпадают две карты. Карта мага и карта башни. У меня прям упала вот эта карта вниз. Наверное, девушка пришла, чтобы в чем-то разобраться на эту битву. И в случае нахождения людей со способностями ответить на какие-то свои вопросы. Но мне кажется, что у нее вот реально была какая-то башня. И что либо я попал в точку, либо что-то пошло не по плану. То есть, какая-то серьезная печаль, либо разрушение. Я предполагаю, что в личной жизни. Но может быть... Скажите, а в личной жизни сейчас у Виктории есть любимый человек? Секунду. Выпадает на мячах, что, наверное, как бы холодный в этом плане какое-то отношение и взгляд у Виктории. Что она стоит на своей позиции, выпадает. И что она одна. Ну, у меня не показывает, что она в паре. Но есть, в принципе, вот две карты рядом. Но я думаю, что... Я думаю, что она в поиске. В паре. А про семью родителей можете рассказать? Колесо года выпадает. Ну, как какое-то движение колесо. Про родителей. Да, секунду сейчас. Есть тут колода. Сейчас я эти карты уберу. И мне надо новую начать расклад. Ну, здесь, да. Здесь, наверное, проще всего по Таро спросить. Ой, выпала какая-то карта. Ну, это же там. Так, секунду. Про родителей и про семью, да, вы спрашиваете? Сейчас я скажу. Про семью родителей. В полной или семье воспитывалась Виктория? Да. Живы ли, здоровы ли родители? Какие отношения с родителями? Есть ли братья или сестры? Есть ли родители? Очень четко показала по поводу родителей. Есть мужчина и женщина. Родители. Ну, показала, что... Я сейчас спрошу их состояние здоровья и насколько у них все хорошо. Ну, другими картами разложу. Но сам факт, что они есть. И очень так четко показала, сразу двумя картами я вам даже показываю. Что уверенная в себе женщина с кошечкой сидящая. Может быть, дома есть домашнее животное. И мужчина такой занимается какой-то денежной деятельностью. Потому что вот он как на коне едет, то есть на машине ездит. Я думаю, что он приносит деньги в дом. Я думаю, что мама больше, ну, как это в наших странах принято, домохозяйка. Либо, ну, своими... Может быть, у нее есть какое-то хобби дело. Но в целом она дома в основном поддерживает, я думаю, быт. Я сейчас спрошу их состояние здоровья, насколько они живы-здоровы. Выпадает, что с мамой все в порядке. Кубок довольно. По отцу выпадает перевернутая карта. Это очень странно и не очень хорошо. То есть, либо что-то у отца в делах. Я сейчас спрошу, с чем это связано. Либо это в делах что-то пошло не так. Ну, как бы, либо это что-то случилось с ним. Но вообще карта повешенная не очень хорошая. Ну, если честно, плохая карта. Выпадает карта судьбы. То есть, я думаю, что какой-то случай с ним произошел. Я думаю, что в негативном ключе связанный по судьбе. То есть, либо связанный с луной. Ну, это как карта луны. Но я думаю, что что-то, что... Ну, снова же, некоторые верят в судьбу, Некоторые не верят в Фатум. Ну, я думаю, что здесь конкретно оно ему как бы как... Вот как должно было быть случилось. Как бы это ни звучало грустно. Ну, выпадает потом карта короля Пентаклей. То есть, я думаю, что есть внизу какие-то переживания. То есть, пробития. Либо эта девушка сильно переживает. Либо что-то пробитие. Ну, я думаю, что с отцом не все хорошо. Мое мнение такое. С матерью все в порядке. Все прекрасно. Спокойно себя чувствует. Но каких-то денежных карт нет. То есть, я думаю, что она деньги в дом не несет особо. Ну, то есть... А вот с отцом что-то случилось. Либо связанное с деньгами. Здесь странно. Выпадает сразу. И первая и последняя карта денежная. То есть, я думаю, что здесь... Ну, собственно говоря... Либо что-то по деньгам пошло не так. Либо чего-то лишился денежного. Но я не вижу здесь какой-то карты. Сейчас я по здоровью одной картой спрошу. Ну, со здоровьем какая-то плохая карта. Тоже не вижу. Какая-то ограниченная, скованная позиция. Я не буду отверждать состояние жив, либо второе. То есть, это неэтично, наверное, говорить. Но какая-то скованная позиция. Что-то... Ну, не знаю. Но знаете, позиция такая скованная, как если человек... Ну, спрошу, связано ли это с крутящимися колесами. Кубки. Непонятно, с чем это связано. Ну, может быть, что-то случилось с ним. Какое-то происшествие. Я не знаю. Ну, хорошо. Я не знаю. Давайте спрошу, где сестры? Сестры или братья? А, сестры или братья, да. Но какая-то позиция у него скованная, у этого отца. Закрытая. Не знаю, глаза связаны, мечи вокруг. Не знаю. Что-то там неладное. Сестры и братья. Сейчас. Есть ли сестры? Так. Я думаю, что есть одна девочка-сестра. Старше или младше? Так. Старше или младше. Подскажи. Подскажи. Я думаю, что... Сек. Я думаю, что младше. Карта такая... Ну, эта карта связана... Ну, как бы карта... В общем, карта дурак, глупец. Но это не в плохом смысле. Это никак с этим не связано, с названием. Это связано с какой-то легкостью картой. То есть, это карта беззаботной жизни. То есть, я думаю, что младше. А по поводу брата сейчас спрошу. Есть ли брат? Вообще, интересно. Ну, карта будущего. Карта будущего. Кто-то на троне сидит. Но я не думаю, что есть брат. Я думаю, что может быть в будущем. Либо он далеко уехал. Нет. Я споняюсь к тому, что... Ну, мое мнение, что брата нет. Может быть, в будущем. Вряд ли это... Ну, в будущем мы не сможем прокомментировать, Олег. Не сможем. Да, я думаю, что есть одна сестра младшая. Все, вы это уже сказали, Олег. Давайте попросим. Умажь меня животное. Олег, Олег, дайте я скажу. Давайте попросим Викторию прокомментировать услышанное. Ну, довольно много всего было правильно сказано. Но вот пойду по порядку. Вы говорили, что я довольна собой. Нет. Я стараюсь развиваться как личность. Поэтому я не довольна собой. То, что я смотрю в будущее... Ну, я стараюсь смотреть в будущее, но особо можно сказать и нет. То есть я думаю, что я хочу в будущем, а не... Это скорее хотелки, а не именно стремление. Ожидаемая прибыль. Ну, да, я ожидаю прибыль. У меня скоро должна быть зарплата. Поэтому, понятное дело, я ожидаю прибыль. Вы много думаете о деньгах. Да, да. О деньгах очень много думаю. Вот вы говорили, карта звезда на меня выпала. У меня молодой человек, музыкант. У него есть своя группа. Вот вы с ним... С которой я частенько контактирую, потому что они репетируют недалеко от места моей работы. Ну, и, соответственно, после работы я частенько к ним на репетиции заглядываю. Звездами вы могли бы их назвать? Ну, да, они довольно известные. Известные? Ну, то есть... Их довольно много людей в городе слушает. Учитывая то, что у них записана только одна песня пока что. Но на концерты вот их приглашали. Так что довольно известные, довольно популярные. В узком кругу. А вы у них менеджером не работаете? Олег предполагал, что вы, может быть, менеджером звезды. Нет, нет, нет. Нет, у них нет менеджера. То есть мало кто, мало что обо мне знают. То, что город небольшой. Да, я живу в городе, о котором вся Россия вспоминает один день в году, 8 июля. Потому что я живу в городе, который считается столицей праздника, день семьи, любви и верности. Город Муром. Мне кажется, Олег говорил в таком контексте, что вы, типа, уехали из такого города. Я имел в виду, что либо родилась, либо живет, либо много, большое количество времени там проживает. Ну, хорошо, мы это прослушаем потом в записи. Я большую часть времени живу в Муроме, то есть прошлый город, в котором я жила, я его и не помню почти. Я не знаю, сколько там людей живет. Так что, вот так. Комплексы, да, есть. И вот вы говорили, что у меня какая-то обида на мужчин. Ну, у меня отец не очень хорошо себя вел, когда я маленькая была. Обьюз, да, какой-то? Ну, нет, скорее просто не принимал участие в моем воспитании. Как мой отец. Да. У меня на него обида есть из-за этого. Но при этом семья, как бы, полная была до недавнего времени. То есть вы говорили, что у матери все хорошо. То, что, вот вы упоминали кошку, она со своим новым мужем недавно завела кошку. И у них все хорошо, но мама не сидит дома, а работает. Постоянно работает. Потому что ей скучно, ей нечего делать, она работает. Скажите, а обида на мужчин, вот возвращаясь к этой теме, как-то сказалась на ваших сексуальных предпочтениях? Вы все-таки сказали, у вас молодой человек есть, да? Ну, да, у меня есть молодой человек. То есть предпочтения к женщинам нет у вас? Раньше было. Было раньше. Мне было лет 15-16, меня больше на девочек тянуло. Но это было давно. Очень давно. Ну, как очень, но просто давно было. Вот. То, что вы говорили, что у отца все плохо. Да, у него все плохо сейчас, он живет один. И когда от него мама моя ушла, ну, они 20 лет вместе жили, были семьей, но она вот ушла, и он начал пить. Из-за этого, где бы он ни работал, денег у него не хватало. На машине он не ездит, кстати, он боится за руль садиться, несмотря на то, что права у него есть. Вот. Ну, в принципе, да, у отца все плохо со здоровьем. Ну, он недавно с этой зависимостью справился, конечно. Но со здоровьем у него из-за этого все плохо, да. Ну, в принципе... Все, наверное, да. А, братья и сестра. Сестра у меня старшая, не младшая. А братьев не планируется, нет. У меня маме по возрасту уже нельзя. Понял. Спасибо, Виктория. Было очень приятно вас увидеть. Извините, если что-то не так сказала. Ничего страшного. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Спасибо за помощь. Олег, спасибо и вам большое. Результаты кастинга будут известны непосредственно перед началом съемок сезона. Когда будут съемки, пока неизвестно. Тем кандидатам, которых продюсеры решают позвать на первый этап съемок, мы сообщаем об этом по телефону, там или по другому виду связи. Сообщения от нас или звонок поступают только в случае положительного решения продюсеров. Об отрицательном результате звонка от нас не поступает. От вас мне требуется для вашей анкеты, чтобы вы сюда же в скайп-диалог прислали две ваши фотографии. Фотографии, сделанные вот здесь и сейчас, в этом же образе, как вы проходили кастинг. Одна фотография селфи на телефон, портрет. Вторая фотография в полный рост. Можно в ростовое зеркало себя сфотографировать. Фотографии должны быть строго, без фильтров, без обработки. Если в кадр ростовой фотографии попадут как-то ваши там атрибуты, было бы хорошо. Так, что еще? Две фотографии. Две фотографии, портрет и в полный рост. И ссылочки на ваши социальные сети. Хорошо, спасибо. А в портрет вы имеете в виду вот частично как бы фотография? Селфи. Селфи лицом. Селфи просто. Понял, благодарю. Хорошего дня вам, до свидания. Спасибо. Всего доброго, до свидания.